Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня самые правдивые отзывы о продукции Фаберлик. Я покажу вам свои пустые баночки. Давайте начнем с того, что мне очень понравилось. Это шампунь, восстанавливающий для поврежденных волос. И бальзам из этой же линейки. Это у нас умный кератин. Артикул шампуня 8260 и бальзама 8261. И вы знаете, они крутые. Они нереально крутые. И пока для меня это фавориты из уходовой косметики для волос. Будь то Эйвен, Фаберлик, какие-то шампуни из масс-маркетов. Лучше нет. Мои волосы так любят этот уход, что они просто укладываются как-то по-особенному, смотрятся по-особенному, ощущаются. Я обожаю девчонки эту серию. Еще не брала маску из этой серии, спрей. Если кто брал, напишите, как вам. Буду повторять однозначно, потому что люблю, не могу. Закончился освежитель. У меня с ароматом ягодок зимних. Что могу сказать? Не в фаворитах он у меня однозначно. Из освежителей Фаберлик. Здесь такой сладенький аромат. И чувствуется немножечко клюква. Вы знаете, у меня так много освежителей сейчас, что я его смешала с другим. И вот так он мне нравится больше. Все-таки в фаворитах у меня имбирный пряник. И сейчас новенький ананасик. Ну просто класс. Артикул этого 112.33. И освежители у нас безопасные, вы знаете. Если пользуетесь, они на водной основе. Они безопасны для аллергиков, для животных домашних. Ну все в них прекрасно. Но аромат вот этот, ну знаете, как-то не очень. Хотя кто любит сладенькое, с небольшой такой кислиночкой, то могу порекомендовать. Попробуйте. Продукты для ног из серии про ноги. Целых два тюбика я наконец-то добила. Это у нас крем-масло для ног питания и восстановления с оливой. Артикул его 21.57. И мне вот такого вот средства мало, вы знаете, для моих ног. Не понравилось мне, если честно. Не сильно увлажняет. Как-то вот вроде есть какая-то жирность. Но питания и восстановления, как здесь написано, точно нет. Однозначно. Поэтому повторять однозначно не буду. Вообще серию про руки, про ноги я как-то не взлюбила изначально. И не нравится мне оттуда ни один продукт. Второй продукт это бальзам для усталых ног. Я вам уже показывала. У меня было их два. И наконец-то я второй добила. И больше никогда не повторю. Артикул его 21.59. И мне не понравилось абсолютно. Я начиталась хороших отзывов. И взяла себе две штуки в запас. И быстрее их израсходовать, чтобы начать пользоваться нормальными средствами. Охлаждение длится секунды-две. Усталость не снимает. Тяжесть в ногах не снимает. Ничего хорошего с ногами не делают. Поэтому вот быстро домазала. Прям плотничком, так сказать. И больше никогда не повторю. Кремушек из детской линейки Фаберлик Бэйби. У нас закончился 0+. Гипоаллергены для мамы и малыша с депантенолом. Артикул его 16.45. Могу порекомендовать. Очень хороший крем под подгузник. Я иногда им сама руки мазала. Ребенку зимой лицо. Знаете, когда на мороз идешь. Неплохое средство. Вообще мне вот эта линейка вся нравится. Детская, да. Классные там средства. Никакой отдушки у крема практически нет. Не то, что практически, а вообще никакой. Хорошие продукты. У кого есть маленькие детки. Да и если и не маленькие. Я вам очень советую к ней присмотреться. Это довольно достойные средства. Стихами заговорю. Маска из серии Фаберлик Эксперт. С красным крестиком. Вот так она выглядит. Это активная крем-маска для лица 2 в 1. Глубокое очищение и матирующий эффект. Вот эта маска просто произвела фурор на моем лице. Артикул ее 1669. Она реально не то, что убирает, а сужает поры так, что ваши черные точки, да, и проблемные какие-то места, где поры расширены, становятся менее заметными. Черных у меня как бы нет, но поры расширены и в Т-зоне однозначно. Я наносишь маску, она очень тяжело выдавливается. Я ее прям, видите, какая помятая, вот так вот всю сворачивала, чтобы мне хоть что-то можно было выдавить. Она очень густая, белесого цвета, глиняная текстура, разносится. По лицу тяжеловато и также тяжело смывается. Ну, просто вот я поначалу думала, господи, что за ужас. Но после того, как вы ее наконец-то отмоете со своего лица, вы увидите, что ваши поры сузились. Реально это видимый эффект после одного применения. Я, девчонки, от нее в диком восторге и буду повторять этот продукт однозначно. Ни от одной маски у меня так поры еще не сужались. Гель для душа, новиночка наша зимняя, Фаберлик, который у нас сон в зимнюю ночь, не добила. Перелила в дозатор, в бутылочку из-под жидкого мыла и мою руки, потому что мыться я им не хочу. Я хотела запах елки, запаха елки нет, зато есть запах оливы, бергамота и какой-то еще ерунды. Мне не понравился совершенно, девчонки, аромат. И вообще я эти гели для душа не люблю, у Фаберлик, который бьюти-кафе, да, вот из этого разряда. Не нравятся они мне все, которые пробовала. Артикул 2490. Некоторые девчонки чувствуют здесь елку, я не чувствую ее совершенно. Девчонки, вот просто, ну никак, нет здесь хвои. Поэтому выбрасываю без всякого сожаления. Сыворотка из серии Блум. Закончила я ее тоже наконец-то, потому что мне как-то вот летом я ей пользовалась, было нормально летом. А сейчас я ей пользовалась, добивала ее, и у меня была такая жирность на лице от нее, я не знаю почему. Артикул ее 0145. Я могу ее порекомендовать только тем девочкам, у которых жирная, сухая кожа. Сухая или нормальная. Для комбинированной, для жирной мне создавала прям какую-то пленочку что ли, и блеск такой на лице некрасивый, скажем так. Так, по эффекту, тут биокапсулы молодости заявлены, никакого эффекта тоже, вот мне никак. Я знаю, что есть и у Блум тоже свои поклонники. Мне абсолютно ничего чудесного на лице не делала, создавала жирность, поэтому повторять не буду однозначно. Регулирующий шампунь для жирных волос, тоже линейка Эксперт Фарма, артикул 1670. Использовала его крайне редко, когда волосы привыкают к какому-то уходу, да, либо вообще к силикону, содержащемуся в шампунях. Я вымывала вот этим средством, и корни тогда сразу начинали как бы быть посвежее и меньше жирниться. Я могу посоветовать однозначно девочкам с жирной кожей головы. У меня волосы сами сухие, но шампунь, девчонки, мы должны выбирать не потому, какие у вас волосы. Бальзамы для волос. А шампунь у нас для кожи головы, жирная кожа головы, выбираем шампунь для жирных волос. Сухая кожа головы, выбираем для сухой и так далее. Поэтому классная вещь, работающая. Я когда первый раз заказала и помыла голову, я через день ее мою. А я смотрю, у меня через день свежие абсолютно волосы, мне не надо быть головой. Через три дня, наверное, я ее только помыла и была крайне довольна. Поэтому, у кого жирные волосы, девчонки, я вам очень советую присмотреться. Пенится он хорошо. Закончился у меня бальзамчик и даже потерялся колпачок из прошлогодней линейки зима. И знаете, он классный. Даже, наверное, позапрошлогодний. В том году у нас была клюква, я его не брала. Он такой суперский. Девчонки говорят про новые бальзамы из линейки зима, что они гораздо хуже, чем прошлогодний. Поэтому, если есть возможность, берите лучше прошлогодний. Вот такой малиновый, либо с клюквой. Вот этот мне очень нравился. Он такой питательный, такой классный. Вообще серьезно. Один из самых лучших бальзамов, который я пробовала вообще когда-либо. Тем более в Фаберли. Ночная масочка из линейки Уикенд. Закончилась у меня. Артикул я вам ее не скажу, девочки. На банке нету. И продукта тут... А вот, ну, на крышечке немножко есть. Тут вот такой он беленький, гелево-кремовый. Банку прям вот вылезала до конца. Понравилась. Вы знаете, блин, тут уже и не покажешь. Понравился продукт, разносится хорошо, оставляя кожу напитанной. Да, такие вещи мы применяем на ночь, как ночной крем. Вы знаете, да? Ну, чуть-чуть я поплотнее накладываю на лицо, нежели ночной крем. И что могу сказать? С утра лицо отдохнувшее, свежее, красивое, кожа напитанная. Ну, все в нем хорошо в этом продукте. И запах обалденный. Никаких вот нареканий нету. Поэтому ночная маска серии Уикенд могу посоветовать однозначно. Может вызывать эта линейка покраснение кожи. Но это хорошо улучшается циркуляция к верхним слоям кожи, да, крови. Поэтому это способствует только омоложению и красивому виду, и состоянию вашей кожи. Кто не пробовал никогда линейку Уикенд, девчонки, я вам советую. Один раз попробовать лучше, чем сто раз послушать. Показываю вам свою любимую палеточку для скульптурирования лица. И здесь у меня остался только... Кто у нас тут? Скульптор получается, да? У меня вывалился хайлайтер довольно быстро. Румяшками я пользовалась как тенями. Долго они мне нравились. И вот скульптор. Она классная, девчонки. Она есть в Фаберлик-клубе за рубль. Она мне по оттенкам гораздо больше нравится. Хотя, может быть, даже это одно и то же, чем новая палетка Фаберлик из за полторы тысячи. Не вижу смысла ее брать. Уже вам об этом говорила. В Фаберлик-клубе есть вот эта замечательная базовая универсальная палетка с красивейшими оттенками за один рубль. Поэтому берите, даже не задумывайтесь. Артикул ее 6073. Я ее обожаю. Я ее повторю однозначно. Детская паста из линейки Техно Китс 6 плюс Груша. Я вам ее уже показывала в своем заказе. Одна у нас кончилась, другую заказали. Пасту эти люблю, обожаю. У ребенка зубки белые, проблем с зубами нет. Эмаль чистая. Пробовала на себе. Очищает эмаль практически до скрипа. Не повреждаю ее. Люблю очень, девчонки, эти пасты. И советую вам. По скидкам можно рублей за 50 взять. И последние два продукта, которые у меня закончились, это пилинг. Пилинг от Фаберлик. Здесь у меня шаг А и шаг Б. Шаг С я не использую. Это успокаивающий крем. Вместо него я предпочитаю какую-то масочку потом нанести. Сам пилинг обалденный. Девчонки, я не представляю, как моя кожа до этого жила без кислот. Шаг А у нас представляет собой АХ кислоты. Артикул его 1218. Кстати, сейчас в 18 каталоге вся трехступенчатая система будет по хорошей скидке. По-моему, 889 рублей. Где-то вот так. Или 899. Это хорошая цена. Девчонки, берите, не пожалеете. АХ кислоты. Шаг А. Мы наносим на очищенное лицо этот гель. Это гель прозрачный. Наносим. И ждем тут, по-моему, минут 10. 5-10 минут. Ждем. Он может слегка пощипывать. Может лицо краснеть. Небольшим таким тонким слоем наносим. 10 минут прошло. Я смываю и наношу шаг Б. Шаг Б. За это у нас и есть сам пилинг. Здесь мелкие-мелкие крупинки. И их очень много. Я вам... Ой, выдавился. Ёшкин ты кот. Вот так он выглядит. Здесь много-много мелких-мелких скрабирующих частичек. Они довольно сильно, довольно жестко скрабируют вашу кожу. Я делаю это интенсивно. По массажным линиям. Прям хорошо. Каждую мышцу лица разминая. При этом лицо становится красным. Прям как в фильмах ужасов рассказываю. Лицо становится красным. Все как следует проделали. Особенно те места, где есть морщинки какие-то. Т-зону. И смыли. И потом либо шаг С вы используете, либо свой успокаивающий крем. Я люблю после этого использовать какую-нибудь еще масочку. И только потом тоник и крем ночной. Я делаю эту процедуру всегда на ночь. Потому что днем без СПФ защиты на улицу потом после пилинга выходить нельзя. Это во-первых. Во-вторых, у вас лицо еще будет красное какое-то время. Пилинг от Фиберлик великолепен, девчонки. На самом деле это стоящий продукт, который стоит хоть раз в жизни попробовать. Один раз попробуйте, не откажетесь. Я уже заказала себе дополнительно. У меня есть второй шаг Б. А вот кислоты закончились. Буду заказывать себе обязательно еще кислоты. Потому что именно они, девчонки, отшелушивают клетки омертвевшие, которые в свою очередь способствуют развитию морщин. А они нам не нужны. Поэтому пилинг вещь необходима и очень нужна. Рекомендую. Вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки у меня были от Фиберлик. Надеюсь, что мои отзывы вам пригодятся и были полезными. Если это так, обязательно ставьте лайк. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok